Приветствуем вас на канале GESIT.com. В данном видео мы рассмотрим гибридный накопитель, который позиционируется в качестве промежуточного варианта между доступными HDD и быстрыми SSD. Seagate Desktop SSHD ST2000DX001 обладает 2 ТБ основного HDD хранилища и 8 ГБ MLC кэша. А чтобы получить максимальную пользу от такой связки, используется технология Seagate Adaptive Memory. Она определяет часто используемые данные и переносит их на более быструю флэш-память, что и обеспечивает снижение времени доступа и повышение быстродействия. Что же касается стоимости, то этот накопитель обойдется вам примерно на 25 долларов дороже обычного жесткого диска аналогичной емкости от Seagate. Стоит ли оно того? Давайте разберемся. Seagate Desktop SSHD поставляется в традиционном антистатическом пакете, который обеспечивает его базовую защиту в процессе транспортировки. С первого взгляда опознать гибридный накопитель позволяет лишь надпись SSHD на этикетке. В остальном же внешний вид ничем не отличается от обычных 3,5-дюймовых жестких дисков. На лицевой стороне устройства расположена информативная наклейка, сообщающая ключевую информацию. А на обратной находится печатная плата, основные элементы которой расположились с внутренней стороны, во избежание механического повреждения в процессе неосторожной эксплуатации. Присутствует и небольшая пломба, которая служит для выравнивания давления воздуха внутри жесткого диска. На нижней стороне приютился интерфейс SATA 3.0 для передачи данных и SATA разъем питания, а по бокам крепежное отверстие. После форматирования файловую систему NTFS под системной нуждой выделяется 155 мегабайт или 147 мибибайт. Общий же объем накопителя составляет 2 терабайта или 1,81 тбб. Согласно показаниям внутреннего датчика, максимальная температура во время тестирования составляла 40 градусов при температуре окружающей среды на уровне 25 градусов. При измерении бесконтактным термометром плата нагревалась до 51 градуса, а корпус до 40. Сразу же отметим, что Seagate Desktop SSHD не требует установки дополнительных драйверов или утилит, чтобы активировать флеш-накопитель. Система самостоятельно использует обе части HDD и SSD в соответствии с внутренними алгоритмами работы. Производитель обещает, что его быстродействие будет находиться между показателями обычных жестких дисков и твердотельных устройств, хотя в реальности далеко не все бенчмарки соответствуют такому заявлению. Например, в Crystal Disk Mark последовательная скорость чтения достигает 182, а записи – 221 МБ в секунду. В протестированном ранее жестком диске от Seagate эти же показатели составляют 205 и 198 МБ в секунду соответственно. А у SSD решений они находятся уже на уровне 450-550 МБ в секунду. То есть о существенном приросте говорить не приходится. А вот по скорости доступа SSD вырывается в лидеры среди традиционных HDD с результатом 14 мс. Некоторые комплексные бенчмарки, например, FutureMark PCMark05 и PCMark8 отдают ему еще более существенное преимущество на уровне 20-90%. В других же тестах показатели SSD могут находиться на уровне жестких дисков. На наш взгляд это объясняется работой технологии Seagate Adaptive Memory. Для определения важных и часто используемых данных ей требуется время, несколько перезапусков системы и анализа собранной информации. А вот бенчмарки, скорее всего, записывали системой на HDD часть, поэтому результаты в полной мере не отображают заложенный потенциал. Хотя к чести Seagate Desktop SSHD стоит сказать, что даже в таких условиях он оказался быстрее традиционных жестких дисков в некоторых тестах. То есть максимальный эффект от его использования будет ощущаться лишь через некоторое время в процессе повседневной работы. Но даже в этом случае не стоит ожидать чуда. Для более наглядного сравнения мы синхронизировали запуск операционной системы и некоторых приложений, клонировав диск и используя обе копии в одной системе. Разница заключалась лишь в накопителе. В левой части использовался SSHD, а в правой – обычной HDD линейки Western Digital Blue с поддерживаемой скоростью передачи данных на уровне 147 Мбайт в секунду. Визуально разглядеть отличия при запуске операционной системы Windows 10 тяжело, так как отличие составляет всего лишь пару секунд. Запуск простых программ показывает преимущество Seagate Desktop SSHD, но ощутить разницу по-прежнему сложно. И лишь запуски работа тяжелых программ, например Adobe Premiere Pro, позволяют визуально оценить разницу между SSHD и HDD, которая и тут достигает нескольких секунд. Подводя итоги тестирования Seagate Desktop SSHD, можно сказать, что сочетание 2-терабайтного жесткого диска с 8 ГБ МЛС памяти является интересным ходом. Но его нельзя рассматривать как панацею для существенного увеличения производительности дисковой подсистемы сразу же после установки, как в случае с SSD. Устройству нужно время для сбора и анализа запросов, чтобы определить часто используемые данные и перенести их в кэш для ускоренной обработки. С другой стороны, он абсолютно не требует какой-либо настройки со стороны пользователя. То есть не нужно устанавливать специальный драйвер, проводить особую конфигурацию или реконфигурацию при смене программы. Все делается в автоматическом режиме. В результате, если вас не отпугивают дополнительные 25 долларов, то обязательно обратите внимание на Seagate Desktop SSHD ST2000DX2001, который в процессе работы сможет раскрыть свой потенциал и визуально немного ускорить работу тяжелых приложений. На этом все, друзья. Надеемся, обзор был интересным и познавательным. Если да, то не забудьте поставить лайк, написать комментарий или порекомендовать его друзьям. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!